Здравствуйте! С вами Андрей Иванов. Это программа «Актуальное интервью». 29 октября отмечался Международный день борьбы с инсультом. И как раз к этой дате мы пригласили в нашу студию заведующим отделением для лечения больных инсультом Ангарской городской больницы Наталью Бедареву и заведующим отделением неврологии Ангарской городской больницы Евгению Гаринову. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Спасибо, что согласились рассказать об этой, ну действительно, большой, наверное, проблеме. Проблеме вам виднее. Вот насколько в Ангарске актуальна тема инсульта? Тема инсульта актуальна не только в Ангарске, но и во всем мире. Ежегодно увеличивается общее количество пациентов с этим заболеванием. В Ангарске ежегодно до тысячи пациентов поступают в наше отделение. Каждый год тысяча человек? Около тысячи человек ежегодно, да. И насколько, не знаю, возраст? Это все пожилые люди или это молодеет инсульта? Нет, это не обязательно пожилые люди. В настоящее время идет тенденция к омоложению пациентов с инсультом. То есть есть пациенты 20 лет, 30 лет. Ну и, соответственно, пожилой возраст, конечно, преобладает, но, тем не менее, количество молодых пациентов увеличивается с каждым годом. А с чем это связывает специалисты? 20 лет – это просто удивительный возраст и инсульты. В основном это заболевание связано с какими-то имеющимися у пациента хроническими заболеваниями, в том числе генетическими заболеваниями. А как профилактировать? Есть такая возможность? Ну, если ты генетически не предусположен к инсульту? Ну, есть генетические тесты, которые должны пройти пациенты в диагностическом центре Иркутска. Это проводятся анализы. То есть это на антифосфолипидный синдром в первую очередь, что приводит. Это основной как бы фактор, который приводит к инсульту, особенно у молодых женщин. Есть болезнь Фабри. Это болезнь мелких сосудов, которую тоже можно выявить диагностическими тестами. И которая, кстати, приводит именно к геморрагическим инсультам у молодых. Евгения Борисовна, вы заведующая отделением неврологии. Это то, которое в 84-м квартале, я так понимаю. Да, да. Оно там раньше располагалось? Да. А сейчас мы переехали в блок БСМП. Вы сейчас два отделения вместе, да? То есть ваше отделение для лечения больных с инсультом и ваше отделение неврологии. Почему так произошло? Какая-то логистика, не знаю, почему так вы решили сделать? Однозначно это логистика, да, потому что отделения должны быть рядом друг с другом. У вас какие-то параллельные направления? Нет, направления не параллельные. То есть у нас отделение есть для острого инсульта и отделение для заболеваний других нервных систем. Инсульт это еще не все, да? Нет, нет. То есть там большой пласт заболеваний нервной системы, это очень много пациентов. Понятно, а у вас сколько? Сколько у нас горчан сейчас в бывшем БСМП находится? У нас сейчас отделение развернуто на 30 круглосуточного стационара и 10 дневного стационара. То есть у нас за последний месяц очень много пациентов и заполняемость стопроцентная. Сказали у нас, что инсульт молодеет, но я смотрю и врачи молодеют. Вы уже заведующие отделением, я смотрю, вы очень молоды. Так вот, как обстоят дела в ваших отделениях с врачами? Приходят молодежь на работу? Да, ну вот у нас уже на протяжении 10 лет стабильно кадровый состав один и тот же. То есть у нас в моем составе... Команда уже сплоченная, так скажем. Да, два молодых врача и один среднего возраста. А в вашем? Ну, в нашем тоже пришли молодые доктора. Последний пришел два года назад. А в основном команда тоже уже опытная, как бы давно работает. Смотрите, ну инсульт, да, оно даже звучит, слово это страшно. Как сделать так, чтобы его не было? Какие-то есть общие принципы? Здоровый образ жизни. Это, во-первых, чтобы не было вообще никаких болезней, это всегда и везде. Но мы живем в регионах разных, экология разная. Имейте в виду профилактика инсульта, да, в первую очередь это ведение здорового образа жизни, контроль давления, отказ от вредных привычек, все то, что может спровоцировать в дальнейшем развитии инсульта. А как понять самому, либо что твой родственник, вот-вот начнется инсульт или уже произошел? Их какие-то сигналы, так скажем? Как узнать? Ну, инсульт это внезапное заболевание, да, то есть это внезапное поражение, острое поражение нервной системы. Соответственно, оно проявляется именно неврологическим дефицитом. Это либо двигательный дефицит, либо нарушение речи, либо нарушение зрения, либо неадекватное поведение пациента. Это то, чего никогда не было с пациентом. И на это необходимо обратить. Часто пациент сам этого не замечает, но если окружающие люди это видят, то есть они должны вызвать скорую помощь. Ну, как сам не замечает? Ну, не знаю, рука отнялась, например. Заметьте же в любом случае это сам. Или есть какие-то другие, да, признаки, что сам не понимаешь? Ну, она может не обязательно полностью отняться, она может слегка ослабнуть, может быть нарушение чувствительности, может быть пациенты, бывает, игнорируют как бы дефект, просто в силу именно поражения мозга не может оценить это состояние. Вот, и здесь, конечно, важно внимание со стороны окружающих. То есть это признаки, это уже наступившего инсульта. И это как можно быстрее нужно попасть уже к вам. Да. Насколько быстро нужно с этим... Ну, есть у нас терапевтическое окно 4,5 часа, когда мы можем помочь пациенту, а это конкретно провести тромбоэлитическую терапию, если не будет противопоказаний. Дальше уже, то есть, ну, невзирая на то, что когда инсульт произошел, он уже произошел, и часть мозга уже пострадала. Мы боремся за оставшуюся часть мозга, да, чтобы уменьшить неврологический дефицит в будущем. И чтобы уменьшить какие-то последствия, которые приведут к инвалидности пациента. То есть еще раз просто вот поставим галочку 4,5 часа вот в это окно необходимо успеть отвезти пациента в больницу. Да, привезти пациента в больницу. А может быть там очередь вдруг? Или там всегда вот если это 4,5 часа, примут и окажут помощь? Ну, примут и окажут помощь в любое время, даже если вы приедете через сутки. Но результат будет совершенно другой просто. А есть, это уже мы сказали, что это признаки наступившего инсульта. А есть какие-то предвестники? Ну, вот еще он не наступил, но ты увидел человека, либо сам почувствовал и сказал, вот сейчас это случится. Ну, предвестники инсульта – это кратковременное ухудшение состояния, да. То есть это вот заболела голова, ну, если головная боль, то она может быть частая, да, может быть участилась, допустим, чем обычно. Давление высокое, не снижается ничем, допустим, да. То есть вот, ну, это обычно выше 200, если давление у вас держится в течение недели, допустим, да. То есть это точно предвестник инсульта. То есть, возможно, просто происходит стеноз сосудов, и компенсаторно организм повышает давление. То есть это необходимо обязательно обращаться к врачу. То есть куда, в поликлинику или все-таки вызывать скорую срочно в таких ситуациях? Что лучше посоветовать? Лучше, конечно, если это экстренная ситуация случилась, однозначно скорая помощь. Так, ну, если человек успел в 4,5 часа попасть, какие у него шансы, какие проценты, что он будет абсолютно здоров, как будто бы и не было инсульта? Ну, очень много причин, которые, во-первых, привели к инсульту. Это же не самостоятельное заболевание. Есть масса заболеваний, которые приводят к инсульту. Это и сахарный диабет, это атеросклероз, заболевание крови. Мерцательная аритмия очень, как бы, большую роль играет в развитии инсульта. Поэтому прогнозировать и сказать, что, вот, как бы, 100% будет восстановление, очень сложно. Но, тем не менее, в это время есть шанс именно удалить тромб из организма и восстановить кровоток. И в любом случае снизить, вот, именно неврологический дефицит, который развивается у пациента. А зачастую просто сохранить жизнь. Удалить тромб – это такие серьезные операции, получается? Или у вас какое-то новое, ну, современное оборудование? Я знаю, там, в сосудистом центре что-то такое делать. Да, деление входит в состав сосудистого центра, и у нас деление сосудистой хирургии эндоваскулярной. То есть, в течение, они, кстати, до 6 часов, то есть, мы проводим ангиографию. Если видим, что стоит тромб, они берут пациента на операцию. 6 часов, в смысле? А, с момента наступления? С момента наступления инсульта. Ну, при дополнительном обследовании, когда мы видим, что есть сохранные участки мозга, которые еще можно сохранить, то есть, они берут пациента на операцию. Операция прошла успешно. Что дальше? Дальше продолжается лечение, начинается реабилитация впервые 24-48 часов, как бы, и если бывают случаи, когда дефект восстанавливается полностью. Ну, бывает, что сохраняется неврологический дефицит, и дальше мы переводим пациента на второй этап реабилитации уже. Ясно. Я знаю, что новые реанимации появились в бывшем БСНП, да, вот здесь у нас, в Достоином микрорайоне, и там специально выделили блок для инсультников. Ну, да, с 1 июня у нас отдельная нейрореанимация, когда мы теперь этих больных госпитализируем сразу, да, и реаниматологи. Пришли молодые доктора. Хватает там? Ну, сейчас, да. А сколько человек сейчас? Ну, пришло 8 молодых докторов. 8? Ну, это достаточно серьезная цифра. Обычно такими большими десантами, наверное, новички не приходят, да? Ну, да. Вы сказали, что чтобы не было инсульта, ну, понятно, там, никаких вредных привычек, здоровый образ жизни и так далее. Ну, может быть, помимо этого есть, я уверен, что есть целый ряд, наверное, каких-то действий, которые человек должен предпринимать, и тогда он будет здоров. Так вот какие? Про здоровый образ жизни уже сказали, да, то есть ежедневная двигательная физическая нагрузка адекватная, то есть либо, если это ходьба, то это не менее 40 минут в день интенсивной ходьбы, либо подъем без остановки на шестой этаж, то есть физическая нагрузка должна быть вот эквивалентной этой нагрузке. Шестой этаж, это равно 40 минут? Пешком. Пешком? Да. Ничего себе. На шестой этаж поднялись, равно 40 минут прогулялись пешком. Ну, соответственно, отказ от курения алкоголя, да, вот, и нормальное питание, здоровое питание, то есть избегать все-таки вредных пищевых продуктов, да. Жареная, соленая, все-таки в плане диспансеризации. Все, что невкусное, в общем, нужно избегать. Все, что вкусное, в смысле. Обязательно надо пройти диспансеризацию, посмотреть свои анализы, какие у вас уровень холестерина, да, то есть холестерин есть разный, то есть есть нормальный холестерин, высокий, либо протеиды высокой плотности, это полезный холестерин. Он необходим для организма, вот. Ну, сам по себе уровень холестерина не должен превышать 5,5, там, микромуль на миллилитр, то есть, ну, врачи-то все знают. Главное, чтобы пациент все-таки дошел до поликлиники, до диспансеризации. Необходимо контролировать свое давление, вот, потому что из 100 человек, которые имеют давление высокое, 50% просто его не лечат, а 25% еще не знают, что у них есть давление. И получается, из всего, как бы, количества этих пациентов, только четверть больных принимают гипотензивные препараты. Скажите, пожалуйста, диспансеризация, вот после нее к вам отправляют многих, ну, и вообще хорошо она выявляет тех, кому необходимо ваше вмешательство? Да, тут уже идет речь о плановой госпитализации в неврологическое отделение. Если на диспансерном этапе врач-невролог поликлиники видит пациента, которому необходимо уточнить диагноз, да, обследовать, отправлять в неврологическое отделение. А вы уже потом принимаете решение? Да, то есть мы устанавливаем заключительный клинический диагноз соответствующими рекомендациями. Ну, диспансеризация, да, мы неоднократно здесь поднимаем этот вопрос, насколько она важна, да, ежегодно ее необходимо проходить, особенно тем, кому после 40, или всем это нужно? Как вы считаете? Молодежь нужна? Ну, судя по тому, какие вы называете цифры 20-30 лет и инсульту, нужно всем это проходить. Да, есть медикаментозные препараты, да, которые способствуют повышенной свертываемости крови для молодых женщин. Я вам просто хочу сказать, что все противозачаточные препараты, они способствуют гиперкоагуляции, соответственно, ну, то есть это надо, как бы, со своим гинекологом обязательно эту тему обсуждать и профилактировать вот эти моменты. Кто еще наиболее подвержен риску инсульта? Ну, я уже сказала, это хронические заболевания, да, атеросклероз, особенно мерцательная аритмия, да, то есть если у пациента имеется нарушение ритма, то есть он в 6 раз, да, нарушение ритма сердца, то есть он в 6 раз увеличивается риск инсульта. Вот, кстати, у пациентов, которые курят, у них тоже риск развития инсульта в 6 раз выше, чем у обычного человека. Что бы вы сейчас могли сказать нашим телезрителям, ну, не дай бог, конечно, но вашим пациентам, тем не менее, чтобы они себя поберегли, да, каким-то образом? Ну, избегать вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за своим давлением и выполнять рекомендации докторов, то есть это снижение сахара, если у вас сахарный диабет, прием антикоагулянтов при мерцательной, аритмии, это обязательно, да, и если есть атеросклероз, то высокие цифры холестерина, то есть это гиполепидемическая терапия, это доказано во всем мире, что это снижает риск инсульта на 20-30%. Угу, 20-30% это существенная цифра. Итак, следим за своим давлением, здоровый образ жизни и обращаемся все-таки к врачам, если что-то нужно. Даже если просто голова заболела, вот как мне рассказывают, надо лучше позвонить в скорую, лучше перестраховаться, это спасет, может спасти жизнь. Правильно, да? Правильно. Никому не желаю инсульта, всем только здоровья. У нас в студии были Наталья Бедарева, заведующая отделением для лечения больных инсультов Ангарской городской больницы, и Евгения Гаринова, заведующая отделением неврологии. Спасибо, что пришли, и надеюсь, благодаря вам поменьше будет у вас же пациентов. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»